В России проходят региональные выборы. Вооруженные силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. Сильнейшие землетрясения в Марокко погибли больше тысячи человек. Это «Дождь неделя». Главные события и новости последних семи дней. Меня зовут Тихон Зитко. Приступим. Одно из главных событий недели. 15 человек погибли и больше 30 получили ранения в результате удара по рынку в Константиновке в Донецкой области Украины. Это последние данные. Среди погибших один ребенок. Обстрел произошел днем 6 сентября в разгар рабочего дня. В результате удара повреждены несколько десятков магазинов, пятый этаж жилого дома и административное здание. Еще один черновой теракт на мысль по Российской Федерации. Мы понимаем, что там происходит, из каких видов они ударили по нас. Они всегда борются в этом регионе, а сейчас они навмисно, прицельно ударили по рынку. Они ударили просто по рынку, по магазинам, по аптеке. Я просто, кто там был, я был много раз в Константиновске. После обстрела президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, попадание ракеты по рынку, назвав удар умышленным терактом России. Военный обозреватель немецкого Бильд Юлиан Репке опубликовал твит, в котором предположил, что ракета, ударившая по рынку, прилетела с северо-запада, то есть с территории подконтрольной Украине. Репке также подчеркнул, что такой тип ракет, который ударило по Константиновке, использует и Украина, и Россия. Основатель конфликт интеллидженс-тима Руслан Левиев предполагает, что ракета могла быть украинской. Мы абсолютно уверены, что это не какой-то намеренная стрельба по своим. Дело в том, что многие уже подчеркнули, что вооружение, многие, которые передают Украине, западные союзники, она довольно-таки старых годов выпуска. Поэтому там могут быть дефекты, может быть плохое обслуживание ракет, в том числе, когда они еще хранились на Западе. Такое тоже возможно. Плюс я в своих сводках много раз уже упоминал, как ракеты, например, АГМ-88 «Харм» прилетали по Донецку, по Горловке, в том числе по жилым домам. Мы бы такое видели не раз. Опять же, вполне возможно, что их там сбивали ПВО, может быть, там просто был дефект. Такое тоже возможно. Те западные ракеты, которые пускают Украину, будь то Storm Shadow, будь то АГМ-88 «Харм» или какие-либо другие, пускаются с советских самолетов. То есть ракеты пускаются с тех носителей, с которых они однозначно не были предназначены для пуска. Потому что вот эти модификации самолетов, там, Су-27, Миг-29, их переоборудовали для пуска вот таких вот западных ракет. Может быть, есть какой-то вот дефект на этом уровне, там, из-за чего там цель, может быть, вводится неправильно, или спусковый механизм не так срабатывает. Всякие моменты могут быть. Может быть, это вообще случайный пуск. Такое тоже возможно. Юлиан Репки, в свою очередь, также отдельно отмечает, неважно, кто выпустил ракету по Константиновке, только Россия ответственна за всех погибших и раненых. Другими словами, если бы Россия не начала войну, то ни жертвы в Константиновке, ни в других городах не было бы. Беспилотники продолжают прилетать в Россию. Утро почти каждого дня начинается с новостей о прилете дронов. Так, например, в ночь на вторник о беспилотниках рассказали власти Калужской, Московской и Тверской областей. В московских аэропортах снова задержали десятки рейсов. В ночь на четверг дроны атаковали Ростов-на-Дону. В пятницу при атаке беспилотников в Брянске пострадал вокзал, а также административное здание. По данным РБК, после начала полномасштабной войны в Украине российские власти сообщали об атаках или появлении беспилотников уже более 500 раз. В России проходят региональные выборы. Они начались в пятницу и завершатся сегодня вечером. Выбирают глав 21 российского региона, мэра Москвы, депутатов в местные парламенты и муниципальное образование. Впервые голосование проходит и на аннексированных территориях Украины. Там выбирают депутатов в региональные парламенты. Движение по наблюдению за выборами «Голос» в своем докладе отмечает, что во многих регионах проходила, я процитирую, самая бессодержательная, скучная и незаметная кампания в новейшей истории России. Выборы проходят при отсутствии конкурентной борьбы и серьезных дискуссий, и сами кандидаты зачастую не проявляли никакого интереса к происходящему. Здравствуйте! В прямом эфире совместные агитационные мероприятия по выборам в законодательное собрание «Кузбасса». Сегодня в студию никто не пришел, поэтому эфир «Канал Россия-1» продолжит тематическое вещание. Так вышло, что сегодня вновь никто из приглашенных гостей к нам в студию не пришел. Доброе утро, дорогие земляки! Итак, запланированы сегодня дебаты по поводу выборов по пятому избирательному округу в Сахаринскую областную думу. Бесплатные, подчеркиваю, дебаты не состоялись, потому что в очередной раз к нам никто не пришел. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в студию кандидаты не пришли, поэтому продолжаем вещание по стандартной сетке. Хорошего дня! При этом подготовка к выборам проходила при использовании мощного силового ресурса со стороны власти. Обыски прошли в офисе партии «Яблоко» в Великом Новгороде, а в некоторых регионах кандидаты от этой партии подверглись нападениям. Кроме того, обыски прошли у ряда сотрудников организации «Голос». Один из ее сооснователей, Григорий Мельканьянс, был арестован и находится в СИЗО. Еще одно новшество этих выборов – организаторы электронного голосования лишили россиян, находящихся за рубежом, право принимать в нем участие для, цитирую, «защиты от внешнего вмешательства». Так она же сама и удушает эти права избирательных граждан. Когда люди находятся за рубежом и проходят выборы федерального уровня, никто не мешает ходить по посольствам, по всему миру и голосовать. И эти цифры ЦИК гордо публиковал до этого на своих страницах и в своих документах. Вот люди приняли участие в Австралии, как здорово, они голосуют, беспокоятся о судьбе Родины. И вдруг, ни с того, ни с сего, когда огромное количество людей бежало из России антивоенно настроенных, она запрещает то же самое делать тем же самым людям. Человека лишить активного права голоса можно по весьма ограниченному количеству обстоятельств. Но если человек, житель Москвы, то он поехал в отдых в Турцию, ему нельзя проголосовать по какому основанию. Чтобы лишить его права голоса, для этого нужны другие основания, законные. Она просто нарушила, разорвала, растоптала его гражданские права. Госсекретарь США Энтони Блинкен на уходящей неделе посетил с незапланированным визитом Киев и объявил, что Вашингтон выделит Украине новый пакет помощи более одного миллиарда долларов. Соединенные Штаты стремятся предоставить Украине возможность создавать свое собственное будущее на фоне жестокой продолжающейся войны, развязанной президентом Путиным. Соединенные Штаты и Украина создали партнерство, которое прочнее, чем когда-либо, и оно наращивается с каждым днем. Мы продолжим поддерживать Украину и сегодня мы объявляем о новой помощи на сумму более одного миллиарда долларов США в рамках этих общих усилий. Всего, по словам Блинкена, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вашингтон выделил более 43 миллиардов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Кроме того, он отметил заметный прогресс в контрнаступлении в ВСУ. Ну а в Кремле заявили, что новая американская помощь Украине, я процитирую, не может повлиять на ход специальной операции. Они собираются дальше поддерживать Украину в фактическом состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В Киеве Энтони Блинкен провел два дня. В частности, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебом. Я считаю, что и госсекретарь Блинкен, и администрация США, и обе партии в Конгрессе понимают, что то, что решается здесь, в Украине, касается не только Украины. Речь идет о том, как будет выглядеть мир. Потому что если России удастся преуспеть даже частично, это станет четким сигналом, явным стимулом для всех других враждебных сил по всему миру решать проблемы с помощью силы. С Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкен, в частности, в присутствии журналистов, встретился в Макдональдсе, где продолжил переговоры за картошки фри с одной стороны и пирожком с другой. Это, в свою очередь, не смогла оставить без внимания представитель российского МИДа Мария Захарова, написавшая в соцсетях, раньше подонки продавали родину за целую бочку варенья да целую корзину печенья, сейчас закулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой. Впрочем, сложно не сравнить эту фотографию с известным кадром 2010 года, тогдашний президент России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в бургерной в штате Вирджиния. Тогда это фото подобной реакции российского МИДа не вызвало. Российская армия тактически оставила село Работино в Запорожской области Украины, за которое несколько месяцев шли ожесточенные бои. Об отходе на так называемые более выгодные рубежи объявил глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться и создать для себя маломайский, безопасный, как это можно выразиться для условий боевых действий, участок, то, в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на храмы, и такой себе населенный пункт, который остался только на карте, мы сегодня, можно сказать, не контролируем. Но мы довольствуемся тем, что мы находимся на высотах, а они главенствующие, а противник находится в воронке внизу. Анна Малер, замминистра обороны Украины, объявила об освобождении Работино еще 29 августа. А вот российская Минобороны продолжает лишь отчитываться об отражении атак в районе села. Успех украинской армии на этом участке фронта – нерядовое событие. В СУ удалось прорваться через первую линию российской обороны. Ее еще называют линией Суровикина. И это может стать поворотным моментом в украинском контрнаступлении. На этом участке он закрывает ТАКМАК, еще более важный такой узел обороны российской армии, но он, который находится в глубине. Ну и через него проходит трасса, через него проходят позиции, то есть как бы первая линия обороны, основного рубежа российской обороны между селом Капани и селом Вербовой, за которые вот как раз сейчас идут самые ожесточенные бои и даже, пожалуй, более ожесточенные, чем за саму Работино. Там, в общем, ситуация примерно такая. Украинские войска вклинились на этом участке и вклинились между Работиной и Вербовым. И сейчас расширяют там свои позиции, вот этот участок фронта, где ему удалось вклиниться. Кстати, на этой неделе произошли довольно заметные перестановки в украинском военном руководстве. Министром обороны страны стал Рустем Умеров, он сменил Алексея Резникова, и заявил, что среди его приоритетных задач подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16, а также повышение способностей украинского оборонного производства. Ну а Владимир Путин в очередной раз задумался об этнической принадлежности президенту Украины. Уже об этом говорил, наверное, ничего нового добавить не смогу, но считаю важным повторить это, а именно то, что западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства. И это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине. А это уничтожение полутора миллионов человек. Нет, вы не ослышались. Западные кураторы прикрывают евреям Зеленским холокост. Роли украинцев в холокосте Путин, к слову, посвятил целое совещание. Эти цифры известны, понятны. Всему миру известно, что именно бендеровцы и же с ним занимались реализацией этого замысла, чудовищного замысла нацистов. Ну и нужно показывать, показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшние власти Украины возвели на пьедестал почёта и кого они героизируют. Ведь мы же сказали, что нужно всё сделать для того, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма. А там происходит именно это. Кто же такие люди, которые сегодня на знамени сегодняшних властей Украины? Путину ответили в украинском МИДе очередное проявление антисемитизма российских элит. Это и правда не первое подобное высказывание Путина. В июне, например, он заявил, что Зеленский не еврей, а позор еврейского народа. Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении зерновой сделки. Это был ключевой вопрос переговоров, которые в понедельник прошли в Сочи. Ещё в начале июля турецкий лидер сказал, что в августе российский президент приедет в Турцию. Но в итоге Эрдоган сам приехал в Россию. Путин во время войны редко выбирается за границу. По итогам встречи Путин сказал, что рассматривает возможность реанимировать сделку, но на своих условиях. Уже по традиции Путин обвинил во всём Запад и сказал, что Россия от мирных переговоров не отказывается. Нас просто вынудили принять это решение. Я имею в виду Россию вынудили. Так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. Отдельной новостью российские государственные СМИ, например, давали в телеграм-каналах то, что Эрдоган больше минуты не мог разобраться с наушником и понять, как слушать то, что говорит Путин. Уже возвращаясь после переговоров с Путиным, Эрдоган сказал журналистам, что в данный момент нет никаких перспектив достижения мира на горизонте. В России продолжают циркулировать слухи о неизбежности новой волны мобилизации. Впрочем, официально подобная вероятность отвергается. «Необходимости в проведении новой мобилизации нет», заявил в начале недели глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов и в конце недели подтвердил эту позицию. Таким образом, он отреагировал на появившийся в сети скриншот, на котором запечатлен якобы указ, подписанный министром обороны Шойгу. У мобилизации еще 200 тысяч человек. На приказе есть и срок, в который предполагается это сделать, до 1 ноября этого года, и дата, с которой он начинает действовать, или якобы начинает действовать, с 11 сентября. То есть уже с завтрашнего дня, это на следующий день после того, как в российских регионах завершатся выборы. Цитирую. «Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети», говорит об этом документе господин Картополов. Нельзя, впрочем, не вспомнить, что этот же депутат, например, утверждал, что минимальный возраст призыва на службу поднимут до 21 года, что оказалось неправдой. Юрист Артем Клыга в эфире «Дождя» сказал, что согласен, что этот документ, скорее всего, фейк, просто потому что необходимости в указе нету. Мобилизация официально не завершена и продолжается. Некоторые приказы министра обороны Российской Федерации, они доступны публично. Соответственно, сделать там условный бланк, подпись и выставить текст вот таким образом, как это обычно делается, несложно. Но я бы здесь отметил вообще, наверное, правовую составляющую, что, во-первых, у нас мобилизация не заканчивалась, а идет, и она была объявлена президентом. Нужды делать отдельный указ, тем более министру обороны, абсолютно никакой нет, потому что его полномочия не входит объявлять именно до какую-то мобилизацию. Он может какой-то список граждан раздать военкоматам субъектов, но точно такой приказ не будет называться о дополнительной мобилизации. Я считаю, это больше такой документ, чтобы посеять страх. Аккурат он приурочен к тем выборам, которые пройдут в России в сентябре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На публике с момента мятежа основателя ЧВК «Вагнер» в конце июня ходили разные слухи относительно положения генерала. Разные источники писали, что его якобы отправили в СИЗО или ограничили в передвижении. В Вашингтоне утверждают, что генерал заранее знал о мятеже. Интересно вели себя российские официальные лица. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр обороны Сергей Шойгу отказались отвечать на вопросы журналистов о Суровикине. Ну и вдобавок, с официального сайта Минобороны России исчезла карточка с биографии генерала, который еще не так давно возглавлял российское вторжение в Украину. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд в Москве продлил до 4 ноября арест режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петричук. Новое театральное дело длится уже 4 месяца. В зале суда Беркович поговорил с журналистами. Ну вы отучили себя уже ожидать от каждого заседания какого-то решения? Надеяться? Нет. Ну, у нас сейчас мы уже отличаются позиции на этот счет. А расскажите обе. Свет, только говори громче чуть-чуть, плохо слышно. Я говорю, мы с Жени отличаются позиции на этот счет. Потому что я, например, решила, что я никогда не буду соглашаться. Никогда не буду поддаваться вообще. Ну, мы с этим системы туда-сюда. Вы что-нибудь занимаете? В смысле? Я сказала, что... Нет, соглашаться. Я свое мнение говорю. Ну, смотри, мы что-то не можем. Ну, Женя, обычно меня осаживается, но я ее, типа, надежда, не говорю. Правильно, молодец. Нет, мне в этот раз, слушай, мне столько сил трачу на то, чтобы заставлять себя не на что-то надеяться. Я решила, что все равно решение стать не есть. Ну, может, я хотя бы перед этим как-то буду. Вы сейчас будете что-то классно сказать. Да. Ну, потому что это тоже ужасно смотрит. А не обламывает. Ну, жалко. Завтра мы обламываемся, слушайте, но... Женю Берковичу и Светлану Петричук обвиняют в публичном оправдании терроризма за пьесу «Финист Ясный Сокол» о девушках, выходящих замуж за радикальных исламистов. Постановка была отмечена несколькими престижными театральными наградами в том числе главной национальной премией «Золотая маска». Эту когда-то независимую крупную премию теперь тоже контролирует государство. Подробнее об этом и о российских театрах во время войны смотрите репортаж Александра Шведченко «Театр антивоенных действий» на YouTube-канале телеканала «Дождь». Александр Лукашенко на этой неделе придумал, как усложнить жизнь белорусам, находящимся за пределами страны. Во вторник вступил в силу его указ, по которому граждане Белоруссия больше не смогут получать новые загранпаспорта в диппредставительствах за границей. Им обязательно надо будет приехать для этого в страну. Это же касается сделок с недвижимостью и личным транспортом. Как отмечают наблюдатели, запрет коснется сотен тысяч белорусов, которые живут в разных странах мира. Многие из них уехали из Беларуси по политическим мотивам. Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской призвал оппозиционеров не ездить в Беларусь ради нового паспорта, так как это может грозить уголовными делами. И заявил, что ищет решение этой проблемы. Еще весной там говорили, что готовят паспорт новой Беларуси, удостоверение личности и проездной документ для политических иммигрантов. В офисе Тихановской обещают, что уже в сентябре вопрос о документах для иммигрантов из Беларуси будет обсуждаться с Еврокомиссией, а позже с Европарламентом и ООН. Не менее тысячи человек погибли в результате землетрясения в Марокко. Эпицентр пришелся на район горного хребта Высокий Атлас, примерно в 80 километрах от Маракеша. Геологическая служба США оценила магнитуду почти в 7 баллов. Из-за землетрясения обрушились жилые дома и другие здания. В Маракеше, в районах затронутых бедствием, возникли проблемы с мобильной связью и электроэнергией. В числе первых свою помощь предложили Индия и страны Евросоюза. Израиль сразу же начал формирование спасательной миссии. Это Дождь неделя. Каждое воскресенье рассказываем коротко и по делу о главных событиях и новостях ушедших 7 дней. Меня зовут Тихон Зитко. Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на YouTube-канал Дождя и поддерживайте нашу работу. Тиверинь.тв. Донейт. Хорошего дня.